Здравствуйте! Это новости на Дону. Студия Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Бери деньги и разводи кроликов. Малоимущие семьи могут получить помощь на подсобное хозяйство. У них немножко прослойка жира, и они тоже быстро растут. Поэтому, соответственно, рынок сбыта. Ну и они красивые. Красавицы с обложки. К женскому дню музей краеведения собрал экспозицию женских журналов. Очень интересный раздел журналов 20-30-х годов. Это уже новый тип журналов. Они, скорее, общественно-политические. В гостях Кармен. Главную партию в спектакле Ростовского музтеатра исполнила оперная дива Марина Домашенко. Она была юная, ей было 17 лет. И вот от этого и нужно плясать. Получить начальный капитал на разведение кроликов, нутрий или гусей можно в органах соцзащиты. Адресное пособие на развитие личного подсобного и фермерского хозяйства предоставляют, но дано уже 5 лет. В Сосинском районе финансовой поддержкой воспользовались больше 20 малоимущих семей. Ну, новозеландских кроликов мы вычитали в интернете, что они спелые кролики, и у них немножко прослойка жира, и они тоже быстро растут. Поэтому, соответственно, рынок сбыта. Ну, и они красивые. О таких ушастых новозеландской породы два года назад даже не мечтали. Тогда Лыковы вернулись на малую родину, в станицу Ермаковскую из Ростова. Большой семье из семи человек катастрофически не хватало денег. Идею, чем заработать на жизнь, вычитали в газете. Малоимущим семьям предлагали заключить социальный контракт на разведение личного подсобного хозяйства. Начальный капитал в виде адресной помощи выделяют из областного бюджета. Думали, с чего начать, читали, в интернете учились, потому что нужно было, чтобы быстро принесло прибыль, чтобы мы начали развиваться. Остановились купить гусей, развести гусей. Сотни гусей стали первопроходцами. Сегодня в хозяйстве и свиньи, и телята, и птица. Управляются живностью всей семьей. Я сейчас за яйцами хотела, 10 штук собрала, не было страшно, потому что, ну, они же не щипаются, куры. Пример Лыковых не единичный. 24 семьи в Татсинском районе за пять лет получили на развитие хозяйства в общей сложности больше миллиона рублей. Из новых претендентов на финансовую помощь – инвалид Владимир Прокопов. Семья большая, семеро детей. Ну, вот, решили завести внутри. Ну, держали раньше долго, лет 20, наверное. А потом, вот, там, лет 10 не держим, ну, решили опять завести. Как, в смысле, уход, все это знаем. Сегодня в гостях у претендента комиссия. Смотрит, насколько семья готова к разведению грызунов. Чтобы заключить социальный контракт, нужно доказать серьезность намерений, составить бизнес-план и представить его в органы соцзащиты. У желающих, как бы, много. Мы, прежде всего, рассматриваем и трудовой потенциал, и возможности данной семьи, и их желание, как бы, выйти из трудной ситуации, чтобы в дальнейшем уже твердо стоять на ногах. Средняя сумма выплаты – около 60 тысяч рублей. Как эти деньги расходуются, следят соцработники и делают выводы. Пока все проекты оказались успешными. Виктория Щединина, Юрий Бабенко, Дон-24, Татцинский район. Начинающий фермер. Это интеллектуальная игра, в которую уже пятый год играют студенты российских аграрных вузов и техникумов. В Ростове свои бизнес-планы создания крестьянско-фермерских хозяйств представили участники регионального этапа игры. 14 команд за несколько конкурсов должны доказать, что их бизнес-идея лучшая. Сразиться на дуэли с другими командами, разобраться в сельскохозяйственной бизнес-ситуации и отрекламировать продукт. Так и набирают баллы. Наши студенты и ученики внимательно изучили рынок, насколько эта продукция востребована, где какие конкурентные производства, куда они планируют сбыт. Да, экономика еще немножко требует доработки, но сам факт, что они проявили себя уже как бизнесмены. То есть первое, что они изучили рынок. Сегодня школьники, а в будущем, возможно, лучшие фермеры региона. Команда «Жуковская буренка» из села Жуковское Песчанокопского района разбудили аппетит жюри своим проектом «Молоко». Мы рассказывали о том, чем полезно молоко. Ну, вообще, как развитая область этого производства в нашей Ростовской области. Ну, мы как бы привлекали фермеров тоже, чтобы получали гранты в этой области. Начинающие фермеры учатся планировать сельское хозяйство, собирать информацию, работать в команде. А на хорошие идеи можно получить деньги. Это программа «Начинающие фермеры в рамках», которые начинающие фермеры могут получать гранты до 3 миллионов рублей. И участвуя в таких конкурсах, особенно выпускники аграрных вузов, техникумов, получают информацию о том, как можно впоследствии не искать работу, допустим, а создать свое фермерское хозяйство и получить соответствующие гранты на первоначальный капитал. Три победителя регионального этапа команды сельских школьников, студентов, техникумов и вузов представят Ростовскую область на федеральном уровне. Мария Филинкова, Елена Ребжанова, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Поступления в казну от акцизов на алкоголь заметно выросли. В основном благодаря автоматизированной системе госконтроля производства и оборота спиртного ЕГАИС и изъятию нелегального алкоголя. Цифры озвучили на совещании по контролю розничных продаж алкогольной продукции в ЮФО. Подводить прошлогодние итоги приехал замруководителя Росалкогольрегулирования. В целом по стране в бюджет поступило на 56 миллиардов акцизных рублей больше, чем в 2015-м. Свой вклад внес и наш регион. В бюджет поступления от акцизов за 2016-й год составили 6 миллиардов 831 миллион. Это значительная прибавка, это в основном от производства и основная сумма – это от производства пива. В других регионах больший доход дают крепкие напитки. Внедрение ЕГАИС будет продолжаться, а значит рост алкогольных поступлений в бюджет продолжится. В июле 2017 года ЕГАИС будет установлен на всех сельских поселениях. То, что касается Южного федерального округа, это лидирующий округ Российской Федерации. Здесь подключение составило 100%. Читаем женский журнал как исторический справочник. По нему можно проследить, что носили представительницы прекрасного пола 50, 60, 100 лет назад. Чем интересовались и о чем говорили. Новую журнальную экспозицию «Красавицы с обложки» сотрудники областного музея краеведения собрали к Международному женскому дню и началу весны. В 19 веке частные издатели заметили – больше доход принесут женщины. И в конце 1800-х годов вышли «Парижские моды» – первый женский журнал. Хотя пока это было приложение к популярному тогда журналу «Нивы». Затем конкуренцию Парижу составил модный свет. С обложек того времени на нас смотрят дамы с узкими талиями и драпированными юбками. Для достижения большего объема под юбками крепились подушечки, валики или железные каркасы. В начале 20 века появился как бы новый тип женского журнала. Это литературно-общественный. Туда входил и раздел моды, но он составлял не саму суть этого журнала. Были разделы, посвященные литературе. Были разделы, посвященные семье. Эти издания назывались журналами для хозяек, а модными в это время стали кружева. А затем пришло время войны революции, когда из-за нехватки рабочих рук женщины осваивали мужские профессии. Прятали длинные волосы в чепчике, сужали широкие рукава и юбки. Очень интересный раздел журналов 20-30-х годов. Это уже новый тип журналов. Они скорее общественно-политические. Весь журнал состоял из того, как женщине определиться с работой, как воспитать ребенка. Модной становится не одежда, а работа. Например, журнал «Работница» в 1925 году писал, насколько привлекательно для женщины слесарное дело. А колхозница звала работать на завод и писала о вреде каблука. Ну а Великое Отечественное стало для моды и женских журналов перерывом. После войны журналы вновь выпускались и уже специализировались больше на моде. Популярными были издания с выкройками. Женщины с навыками шитья могли сами пошить дома какую-то модную вещь. Это журнал «Новые модели» 1969 года. Тогда мода пропагандирует правильно идеального вкуса и минимализма. В 70-х и 80-х остаются популярными работница и колхозница, которые пишут о домоводстве. А из модных с выкройками – модели сезона, рижская мода, модели гума. Женщины читают и записываются на курсы кройки и шитья. Ну и куда же без немецкого журнала «Бурда», вышедшего на советский рынок в 1987-м. Евгения Слинкина, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Она получила высшую музыкальную награду «Грэмми» за лучшую оперную запись. Ее партнерами на сцене были Доминго и Образцова «Хворостовский и Нетребко». Марина Домашенко приехала в Ростов, чтобы представить свою, ни на кого не похожую, Кармен. Трудно поверить, но первая постановка оперы Жоржа Безе провалилась. Уж слишком распущенной и безнравственной показалась она тогда критикам и публике. Единственным, кто пророчил спектаклю невиданный успех, был русский композитор Петр Чайковский. И оказался прав уже почти полтора столетия. Кармен – это всегда аншлаг. Непокорная, страстная, бесстыжие. Она не знает ни запретов, ни компромиссов. Ради любви готова на все. Единственное, на что не готова – отказаться от свободы. Партия Кармен – самая популярная в оперном мире. И чем больше исполнений, тем меньше шансов на уникальность. Для ростовского музыкального, где опера Безе идет с 2008 года, сегодняшний спектакль особый. В главной роли – звезда мирового масштаба. Она была юная, ей было 17 лет. И вот от этого и нужно плясать. Все ее реакции от этого и должны исходить. И тогда очень легко построить характер, который, может быть, будет, опять же, уникален. Потому что сейчас Кармен немножко такая громоздкая, она стала монументальной. А сделать вот такую девочку, Кармен, юную, мне кажется, что на сегодняшний день это тоже могло бы звучать очень свежо. Кармен Марина Домашенко импульсивна, насмешлива и капризна. Она действительно дитя. Дитя свободной цыганской любви. Ее воплощение и символ, право на это чувство, имеют единицы. И можно ли их назвать счастливчиками – большой вопрос. Ведь эта любовь не созидает, а выжигает все живое. Мне близки более лиричные образы. А за такими героинями мне интересно наблюдать. Я эмоционально получаю удовольствие на волненых. То есть, когда главная героиня, она все-таки раскачивает. Вот это я ощущаю. Главная партия в Кармен для Марины Домашенко – не единственное выступление в Ростове. 7 марта оперная «Дива» станет исполнительницей романсов. Прозвучат произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Доргомышского и других композиторов. Наталья Тарасова, Юрий Санкин, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 15.00. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова